Добрый вечер! Добрый вечер! Которая автоматически влечет за собой целую серию представлений, в том числе понятие абсолюта, когда мы Богу приписываем некоторый абсолют, оно автоматически влечет за собой неизменность. И вот эта неизменность, она, если ее понимать буквально, на самом деле тут же ограничивает возможность Бога каким-то образом, например, узнавать что-то новое. Или делать что-то новое, потому что тогда он становится изменен. В этом смысле вот это понятие абсолюта греческой философии действительно сурово противоречит библейскому представлению. Причем понимание этого, что совместить в лоб греческие представления, я буду иметь в виду представления греческих философов, с еврейскими практически невозможно понимал. Но вот даже такой поверхностный автор, как Раби Иксак и Сраэли, а это первая книга по философии авторская, которая еврейская, авторская книга, которая до нас дошла, ну не считая Фимона Александрийского. Иксак и Сраэли, он излагает концепцию абсолютно неоплатоническую, и хорошо видно, что он знаком с какой-то вариацией неоплатоновских представлений греческих. Но при этом у него возникает проблема в теме сотворенности мира. Потому что греки выходят из проблемы, решают проблему самопростым образом. Бог эманирует мир неволевым образом. Он это делает в силу того, что Вселенная как бы изливается из него. Вот как река взьется, хочет она этого или нет. Как фонарный столб отбрасывает тень, стоя на солнце, независимо от того, хочет он это или нет. Так и в греческой философии. Причем каким-то образом совместить эту тему с иудаизмом действительно безумно трудно. Это просто, ну вот, как это называется, ну практически, ну давайте скажем, практически невозможно. Причем, насколько это сложно, видно хорошо, как в этой теме плывет Рамбом. Ну, дело в том, что у Рамбома, кроме... В момент, когда он писал Муренову Хим, он же, ну я не знаю, я рассказывал это, но дело в том, что Муренову Хим, у него получилось время выкрыть для этого. Он же писал ближе к концу жизни ее, и там в 90-е, в начале 90-х годов уже, и у него были серьезные проблемы с деньгами просто. Он не мог, он был безумно занят. Он работал в больнице для бедных, которая существовала на средстве султана. Он... Значит, и он должен был обслуживать самого султана, точнее, его двор. В основном он был личным врачом сына султана. И его описание, его жизнь, это какая-то безумная трагедия в той части, что у меня нет времени, что я, когда возвращаюсь с работы, стою недвижим, не могу даже двигаться толком. А в это время меня ждет уже толпа народа, с которой надо лечить. Но тут у него случилось счастье, преваленность, что называется. Он получил заказ на медицинский труд большой, на изложение книги Галена, основной такой компедиум создать по книге Галена. Ему заплатили двухлетний грант, как сегодня бы сказали. И в результате у него было два года более-менее свободных. И он одновременно писал две книги. Он писал медицинский трактат, довольно мощный, то, что называют «Четверкей Моше». Это изложение медицины Галена. И одновременно писал Мурена-Бухим как раз. И, значит, в Мурен-Бухим, и поэтому некоторый любопытный момент состоит в том, что он в конце «Четверкей Моше», в конце медицинского трактата выступает в некоторой критике философских представлений Галена. Значит, и там хорошо видно, что именно в вопросе о связи о том, как от абсолюта происходит наш мир, то есть вопрос создания. Вот смотрите. Ицико Сараэли, когда доходит, говорит, что Всевышний создал мир по своей воле. Мир изливается из Всевышнего, но при этом такова воля Всевышнего. Он вынужден вставить туда волю. То, что он прекрасно понимает, что это противоречит базовой философии, он это знает, но он вынужден это сказать. Замечу, что, например, точно так же, такие же проблемы возникают у всех еврейских неоплатоников. И такой яркий еврейский неоплатоник, как слом Ибн Гвероль, он точно так же вынужден действовать. У него точно такая же неоплатоновская концепция. И точно так же он в какой-то момент должен куда-то ввести волю Создателя. То есть Всевышний создавал мир по своей воле. Всем очевидно, что это несовместимо с Греком. Ну вот, Рамбов пишет в книге Перке Мошен. Те, кто говорят о вечности существования мира, говорят, что его создал Господь, подразумевая, что Он причина существования мира. И мир прочно связан с его существованием, как следствие, неизменно связан с причиной. Например, как день не может не наступить с восходом Солнца, так день не может отступить от столба. Вот это как раз та самая концепция греческая излагается. И здесь Бог выступает как причина мира. В этом мире не может быть никаких чудес. А чудес – это волевое вмешательство Всевышнего в дела нашего мира. Поэтому чудес никаких о нем быть не может. И то, что происходит в нашем мире, это только у меня вмешает какое-то радио в лиситке. Это включил один микрофон, товарищ. Не вмешает. Вот это, который. Вот он включил микрофон. Натана, попросите, чтобы он его выключил. Выключил уже. По этому поводу в Муренову Хим тот же Рамбом пишет следующее. Аристотель считает, что мир неизбежно происходит от Творца, как от первопричины. Не так, я обращаю внимание, не так, как неизбежно тень от тела, или тепло от огня, или свет от солнца, как отверждают те, кто не понимает его слов. Но Аристотель считает это неизбежность подобной мысли, неизбежно происходящей от разума. В чем разница? Сейчас я попробую объяснить. Здесь действительно происходит очень любопытный момент. Два труда пишутся практически одновременно. В первом пишутся, что наш мир происходит от Бога так же, как свет от солнца, как тень от столба. То есть, но обычно, кстати, в таком русском литературе обычный пример – это свет от свечи при этом. То есть, неволевым образом. Хочет абсолют, не хочет, мир из него изливается. В Муренебусим Рамбом меняет концепцию и говорит, что это тот, кто так считает, это тот, кто не понимает Аристотеля. Замечу, это тот, кто не понимает Аристотеля. Это сам Рамбом. В книге, которая написана незадолго до этого. Но Всевышний создает наш мир, как мысль изливается из разума. Замечу, не так, как тень от столба, не так, как свет от свечи, а как мысль от разума. Разница здесь очень простая, но очень для Рамбом важная. Это рефлексия. Стоп никак не рефлексирует по поводу тени, которую он отбрасывает. Свеча никак не рефлексирует, не имеет никаких... Она не осознает, что она излучает свет. А Бог, создавая мир, он создает, как мысль исходит из разума. То есть рефлексивно, понимая, что делает. Конечно, это в некотором смысле решает важнейшую проблему. Пока апофейская решает главную проблему по Рамбому, она решает проблему, что Бог знает наш мир. Замечу, свеча не знает про то, что происходит со светом, когда свет удается от нее. Стоп не знает о своей тени. А вот мысль, которая выходит из разума, эта мысль... Разум знает эту мысль. И таким способом Рамбам пытается спасти аристотелевскую концепцию. Он считает, что это аристотелевская, но она вполне аристотелевская, потому что Аристотель и Платон в этом вопросе не так сильно расходятся, как при незадуманной. Впрочем, Рамбам еще плохо знает Платона, и регулярно Платонова мысль приписывает аристотелю. Плохо – это от слова «совсем». Совсем не знает Платона, как отдельного мыслителя. Этим Рамбам спасает некоторое понятие по поводу божественного знания. В результате Бог знает о нашем мире, потому что это его мысли. У нас много чего решает этим ходом. Но зачем я привел этот пример? Ну, во-первых, я хочу заметить, во-первых, нас научить, что хороший мыслитель и честный человек спокойно меняет концепцию и еще о самом себе расписывается в том, что то, что думают те, кто не понимает. Не понимает – это он сам в книге, которую только что написал. Надо сказать, что вот я как-то один раз, смеясь, сказал, что если у Рамбана, у Нахманида, Радима Шабен Нахмана, другого человека, где-то написано, что какая-то мысль является полной глупостью, а это не такая большая редкость у Рамбана, у Нахманида, то, в общем, можете быть уверены, что он сам где-то эту глупость и написал. Кстати, я проверил, это правда. Действительно, Рамбан регулярно меняет точку зрения, и о своей предыдущей позиции пишет, что это глупость, это неправильная точка зрения, поэтому Рамбан в этом отношении еще чище Рамбана, но Рамбан меняет иногда точки зрения, хотя у него все позиции настолько мощно, глубоко увязаны, что они не так сильно меняются, как у Рамбана, куда более фундаментальны. Но он и фундаментальнее мыслит, у него логика куда более фундаментальна, и в этом смысле он, как философ, он сильнее просто. Зачем я все это рассказываю? Проблема вот этой концепции состоит в той самой трансцендентности и имманентности. Вот когда мы в прошлый раз говорили о трансцендентности, то мы понимали трансцендентность как проблему наших представлений о Боге. Он трансцендентален в том смысле, что мы не можем его постичь. Наш разум слишком ограничен для того, чтобы понять это. Потому что Бог вне нашего мира, и в результате наш разум, ограниченный нашим миром, не в состоянии его понять. И как высказался Рамбан, великий Рабим Мусабен Маймон, человек, не понимающий ограниченности своего разума, скоту подобен. Надо сказать, что интересный, потому что, по-моему, из него следует, что скот считает, что его разум не ограничен. Не знаю. Но, тем не менее, действительно умный человек как-то аккуратнее относится к своим, к истинности своих высказаний, понимает, что его разум ограничен, и ему свойственно ошибаться. И понимание, что человеку не любит другому, а в себе самому свойственно ошибаться, это как раз свидетельство уже некоторого, ну, воспитания, скажем, не воспитания, как вежливый человек. Понимаете, вежливый человек говорит, что я, конечно, могу ошибаться, но обычно, когда он предваряет это высказывание, то это вежливость, что могут быть другие точки зрения, и я не имею в виду, что только придерживаться этой точки зрения дурак. Это вопрос воспитания, светского воспитания, светского, я имею в виду, в данном случае, общественного поведения. Рамбов говорит более глубокую вещь, он говорит, что свойство хорошего разума, хорошо дисциплинированного разума, понимать, что человеку свойственно, то есть ему самому свойственно ошибаться. И что это не пустая фраза, это фраза, которая имеет смысл. В результате вот это понимание трансцендентальности, это вопрос проблемы нашего понимания, которая регулярно решается самыми странными вещами, которые находятся ровно в области разума. Ну давайте я вернусь к примеру, который был в прошлый раз. Когда обсуждается вопрос о том, что Бог существует, и так как мы не можем Богу приписать, что мы вынуждены сказать, что Бог существует не так, как существуем мы, не так, как существуют вещи в нашей природе, а именно, ну, главное, я напоминаю, главная проблема, которая здесь есть, это то, что в нашем мире и все, что существует, оно существует, ну, может существовать, может не существовать. Это называется, значит, то и причины нашего существования, она как бы вне нас. как сказали наши благословенные памяти мудрецы, не по своей воле ты пришел в этот мир, но Мурамбама, если на минутку представить, что Бог отвлекся от этого мира, то все прекратит существовать, да, то Бог существует, причина существования Бога в нем самого, по этому поводу он мы хуя в хамчилд, он обязан существовать в том смысле, что он существует с необходимостью, человек же существует с возможностями и не существует. Надо добавить, что вообще вся эта тема, вот это о том, что Бог существует не так, как существуют люди, это такое любимое место всей средневековой теологии, что в нем потоптались все подряд, и оно долго бы продолжалось, пока не пришел Крэскас. Рабкис дай Крэскас по этому поводу вороченно сказал, что все это сотрясение воздухов, все эти разговоры, то есть безусловно оно правильно, но по этому поводу вся ваша проблема словом существует, она просто связана не с реальностью некоторой, а с терминологией, принятой в логике. По этому поводу он вводит понятие, которое называется в логике специальным словом объектный атрибут. С него начинается. Объектный атрибут имеется в виду следующее, что когда мы начинаем что-то обсуждать, мы как бы неявно предполагаем, что объект нашего обсуждения существует. причем независимо от его существования в природе. То есть если я начинаю высказывать все русалки поют, я как бы автоматически предполагаю существование объекта моего рассуждения, а именно существование русалок. И совершенно неважно существуют ли русалки в мире. По этому поводу, когда мы говорим слово «Бог существует», мы ему приписываем просто объектный атрибут. И тогда вся эта тема становится как бы лишенной обсуждения, становится чисто формальным в рамках формальной логики. И таким образом вот эту проблему наших невозможностей нас представить, правки закрывается просто решает в рамках логической терминологии. То есть проблема из острой, как нам это понимать, превращается в сугубо формальную и интересную только для логики. А для человека она становится совершенно как бы излишней в некотором смысле. Для человека я имею в виду простого человека. Но педа в том, что трансцендентность, о которой говорит, она двоякая. Это трансцендентальность. Но здесь второе понимание хорошее. У нас не только проблема с тем представить себе Бога. Это проблема нерешаема и это как бы ровное место для всех. У нас проблема другая, а именно проблема достижимости Бога. Опять, если он абсолют, то человек абсолютно для человека он точно так же абсолютно недостижим. Человек, равно так и все творения, является не более чем обеществленный либо светом Бога, если считать Аристотеля как его понимают обычный, как его понимает например тот же самый Плотин. Либо мыслью Бога, которая с необходимостью истекает из разума. Если говорить о Концерт Псейрамбове в Мурене в Усиме. Но вопрос в каких я нахожусь отношениях с этим субъектом, либо субъектом, который нарекается Бог, либо ни в каких. То есть концепция Эпикура, концепция классической истории. Если кому-то интересна эта концепция, я отсылаю к книге размышлений Марка Аврелия. Советую, значит, у вас есть два варианта. Либо вы берете классический советский перевод научной размышления в серии исторических памятников, которая снабжена хорошим аппаратом. Знаете, там великолепные примечания, ну, такие несколько академичные, но как и положено в исторических памятниках. Серия весьма академичная. И читать сами размышления довольно скучно, потому что они теряют литературную легкость. Там она безумно тяжеловесно переведена. Либо вы возьмете более позднее издание, по-моему, Амфора. Оно не снабжено никаким аппаратом, но зато переведено на хорошем литературный язык. И это читать удовольствие именно как литературное произведение. И там и там вы получите некоторое представление о том, как существует человек в рамках вот этой концепции, где Бог к нему не имеет никакого отношения. Он существует. Это очень важный момент. Он, да, существует. Но я, личность автора Марка Аврелия, с ним никак не связен. Кроме факта его существования. Получается некоторая довольно стройная этическая система. Кстати, как это ни странно, очень близкая во многих отношениях к этической системе Талмуда. Это действительно удивительно, насколько противоположности вдруг оказываются близки по результатам, не по мышлению, по мышлению это даже рядом не лежало, но результаты оказываются очень близки именно в этической части. Либо вам нужно какую-то другую концепцию. Вот эта другая концепция, в каких отношениях человек находится с Богом и как он может войти в отношения с Богом и как Бог в каких отношениях с ним, это как раз некоторая тема еврейской философия. Замечу, в Танасии писания этой проблемы нет по самой простой причине. Там Бог данность, которая управляет историей и событиями как минимум вокруг личности, которая определит, что произойдет. Наверное, наиболее проработанные две истории такого рода, это история Йосеф попадает в Египет и события цепляют друг за друга в результате чего чисто случайно семья Йосефа оказывается в Египет. В Египте исполняется пророчество Авраама, данное Аврааму, извините, о том, что пришельцы будут потомки твоих земли не их. Там этот рассказ не столько о божественном управлении и истории, сколько рассказ об исполнении пророчества, хотя покажено, как, какими методами исполняется пророчество, ведь его исполнение как бы ни одного чуда не случается по дороге. Оно исполнилось, чудес не было, но события цеплялись друг за друга и вот в другой концепции очень похожий на эту, это книга Эстер, конечно же, где Бог вообще ни разу не упомянут, но видно, как события цепляются друг за друга и приводят от дебюта книги к Энштилю, где Мардыхай становится во главе еврейской общины и становится вторым после царя, ну и так далее в этой истории. И я всегда очень люблю приводить пример, что один из торгумов, который, один из немногих торгумов, который строго пытается ни разу не упомянуть Бога вслед за оригиналом, где Бог не упоминается ни разу, он держится до тех пор, пока дело не доходит до стиха в ту ночь в ту ночь бежал сон от царя. И вот здесь переводчик не выдерживает и пишет в ту ночь Бог прожгал сон от царя. Он не выдерживает в этом месте, потому что ему кажется очевидным, что это нужно так написать. И я его хорошо понимаю, потому что действительно очевидность запредельная в этом месте становится. Но это анатические истории. То есть Бог присутствует, хоть и не видит. И там это передано через вот это философская концепция, которая в Танахе нигде ни разу не высказана именно в философской концепции. Ну, за исключением там нескольких коротких высказаний пророков, тому же открытых для комментариев. А она просто там присутствует за рассказом. И причем вы не можете отрицать, что автор рассказа, если мы говорим про книгу Эстер, хорошо знает, что делает. То есть он осознает, что он делает. Это не само так вышло. Он это хочет, потому что иначе зачем нужен такой фарш, который написан от ЕДСР. Это форма фарша. Для тех, кто еще не понял, просите ее один раз как фарш. Площадная уличная сцена, площадная уличная постановка, и вы увидите, что это фарш. И автор этого фарша отлично знает, что делать. Вот это концепция Танаха, она есть. Но вопрос, как это выразить не поэтическими методами, не литературными методами, а сформулировать научными методами, то есть методами философии. И это действительно проблема. Раф Сааде Гаон о Боге в нашем мире прибегает к вполне платоновской идее, одной из вариаций платоновских идей, и вводит в иудаизм некоторое понятие, которое дальше будет совершенно фундаментальным, которого это понятие просто вцепились, но вцепились не философы еврейские, а каббалисты, еврейские мистики. Он вводит понятие буквально следующее, что Бог присутствует в нашем мире как, грубо говоря, душа этого мира. Он выражает это так, что Бог проницает наш мир как воздух, Он присутствует всюду, как присутствует воздух, только воздух там не присутствует в камнях, а Бог присутствует и в камнях, потому что ничего не может преградить ему дорогу, и в результате у него появляется вот эта идея второго, вот принятый термин для, в еврике принят термин для вот этой концепции Рабиса Айдиагаона, принятый термин второй воздух. Плерома, если кому-то интересно, греческое слово приводится таким образом. Тогда мы непрерывно как бы контактируем с Богом, который является ну, чуть-чуть вот так. Значит, все, наверное, знают, что есть высказание Талмуда, которое положено в обоснование, в это высказывание является регулярно мото-эпиграфом кучи философских еврейских работ. Высказание выглядит так. Почему Всевышний назван Маком? Маком, это слово Маком означает место. Потому что наш мир, потому что наш мир не является местом Бога, но Бог является местом нашего мира. То есть эйнха улам макомо эльна ахакадозбургум гума камошэль улам. Всевышний благословен Он является местом мира. Концепция понятна, что как бы в начале до сотворения мира был только Бог, Он создал мир как бы внутри себя. И в результате наш мир находится в Боге, но Бог продолжает его проницать как место. Геометрически вы не можете сказать, что место, где лежит этот камень, оно как бы совпадает ли? Для тех, кто читал Аристотеля, тот поймет, о чем я говорю сейчас. место, которое занимает камень, это сам камень или что-то другое? Такое вот, если вы читали Аристотеля, то там есть такая физики, суровая проблема, как определить слово место. По Аристотелю это безумно сложно оказывается. Так как в мире не существует пустоты, то тем самым он не может дать определение места, если на нем ничего нет, на нем чего-то обязательно есть. И у него действительно здесь суровая проблема, и он определяет слово место геометрическое, чисто как геометрическое некоторое фигуру. Но, а не фигуру материального мира, у него действительно, вы увидите, как вот человек из-за философской некоторых концепций появляется проблема с частностью, тяжелейшая, которую он никак может пробить, и опять эта проблема была легко пробита как раз Крескоса его школа, то есть Крескос, Альбо и дальше Декарт, который вот вслед за стенозой, и Декарт, который с легкостью решает, вводя трехмерную систему координат, то, что сегодня принято, ну я грубо говорю, никак не связанную с матерью, это решается вот здесь. Но, поверьте, для того, чтобы до этого додуматься, для того, чтобы это должно было пройти скромно две тысячи лет. Вот то, что вам, нам, всем преподаватимем, в школе, и для нас является очевидностью, вот для того, чтобы до этого додуматься, это заняло у очень светлых голов, у лучших голов своих эпох, это взяло две тысячи лет. это очень сложно. Мы просто нас этому научили в школе, поэтому нам это просто. Но это две тысячи лет раздумий и попытки как-то решить проблему. Я всегда говорю, почему философия сложна, потому что то, что нам кажется очевидным, было когда-то как-то придумано, и когда мы узнаем, сколько веков заняло это придумать, мы просто теряемся, потому что нам непонятно, почему две тысячи лет понадобилось, чтобы придумать понятие места, которое нас на таком в школе у нас нет проблем в какой-то жизни. Это огромные мысли. Но, так вот, Бог как бы место нашего мира, в результате Бог в некоторой своей концепции присутствует в нашем мире, как душа нашего мира. При этом граф садит достаточно тонко мыслит, чтобы прекрасно понимать, что сказать про Бога, что Он душа нашего мира, это будет неправильно, и что чего-то здесь не хватает. И он говорит о создании, что это еще одно творение, и это творение, как бы великий ангел, Хамалах Гагадоль, который помянут в Танахе, либо душа нашего мира сотворенная. Дальше я буду когда говорить о том, что такое душа человека, я просто скажу точно так же, что душа каждого человека, это некоторое сотворенное из пятый элемент, вот, все, наверное, знают, что такое квинтэссенция, да, квинтэссенция, это пятый элемент, перевожу с латыни, это пятый элемент, это созданный из особо тонкой материи, которая не вода, не земля, не вода, не воздух, не огонь, а некий пятый элемент, особо тонкий, праматерия, если хотите, либо ювенальная материя, на самом деле, если греческий термин точно перевести на русский, то это ювенальная юная материя, отдельно, как бы, до, она, как бы, лучших четырех основных материй нашего мира, из этой материи творятся души людей, и подобная материя является душой нашего мира, и она пронзает весь наш мир, в результате человек как бы может, Бог как бы всегда присутствует рядом с человеком. Опять, у Садии Гаона эта концепция очень важная, и Аула много раз срабатывает, например, в концепции еще такой душа человека, в концепции еще такое пророчество, он обращается к этой мысли. В дальнейшем, забегая вперед, скажу, что вот эта мысль о втором воздухе или о великом ангеле чуть-чуть меняется, и появляется термин, который вводит Рафса один, но он появляется, вы его знаете, это термин Кавод, который на русский хорошо не переписки, обычно переводят Слава, значит, ангелы поют Мал-А, Кольха, Арат, Квудо, вся земля поисполнена Кавод, Шило, его Кавод, слово Кавод обычно полна вся земля Слава его, но это неправильный перевод, то есть он за неимением Гербова лучше, в русском языке правильного слова я не знаю, просто я много раз пытался найти лучшее слово, чем это, но не нашел, просто в русском языке нет эквивалента этому слову, Слава Кавод это однокоренное слово печень, например, это вообще-то имущество, обременение, это полна вся земля, это почтенность, но почтенность такая, вот человек почтенный, когда про кого-то говорят, то он почитаемый конкретно за имущество, то есть вся земля преисполнена его имуществом, он самый богатый на земле, потому что вся земля его, вот Малак, Харат, Квудо, это где-то вот так, но вот термин Кавод в значении именно как ангел, великий ангел, как то, что является попечителем этого мира, находит вначале свое отражение в том, что называется Хасиде Ашкинас, Ашкинасский хасидизм, ранний германский хасидизм, он никак не связан с поздним польско-украинским, то есть Хасиду Бенбеста отстоит от него на больше, чем полпосеки, на на 6 веков. Это разные две истории, Хасиды, вообще слово Хасиды возвращается регулярно, как движение религиозное, есть Хасиды времена Талмуда, есть Хасиды немецкие, то, что называется Хасиде Ашкинас, немецкие Хасиды, это раби Игуда Хасид и его сын, главный представитель, там еще много очень интересных людей было, а потом Хасиды появляются уже вот эти польско-украинские, вначале украинские, потом польские. Все-таки Бенбест это скорее украинский, чем польский, ну, то есть скорее. Валахия, Украина. Валахия, вот где-то туда надо, подоле, Валахия в этих краях в свою очередь. Но немецкий хасидизм вводит понятие Кавод очень активно и настолько активно, что каждую субботу в этих синагогах после молитвы поется Ширха Кавод, песню Славы, как раз в поэтической форме, выражающей вот эту концепцию раби и саги и гаона. Это как раз в преломлении Хасиде Ашкинас. Вот это представление о Боге, который создает нечто вроде души нашего мира, которое является оболочкой нашего мира. Это представление саги и гаона. Тогда, понятное дело, нет никаких проблем с тем, что возможны чудеса, потому что Бог связан с нашим миром через вот это творение, которое называется Великий Ангел и так далее. Понятно, где проблема в этой концепции. опять, у вас получается распад некоторой. Бог как бы присутствует в нашем мире не сам, а через своего посланца, который мы называем Великий Ангел или Кабот Элуким или вот эта душа слава. Да? Не просто не играет слова славы, потому что она как бы теряет материальную составляющую, а слово Кабот в Великий имеет материальную составляющую в действительном порядке. Если хотите, слово Кабот это тяжесть, это столько, сколько я вешу в обществе. Да? Это не просто слава, это то, за что меня почитают, причем именно за что вот эта вот материальная составляющая в этом слове очень сильна. В Великий, а в русском слово слава лишено материальной составляющей практически. или оно такое очень как бы сказать тщедушное, эфемерное было. Эфемерное. Эфемерность славы это в общем естественно. А слово Кабот, которое употребляется в Великий, оно совершенно другое, оно куда более тяжеловечное и уж в большинстве не эфемерное. Но это Садия Гал. И он действительно решает эту проблему, он как бы отделяет абсолют от нашего мира, вводя сюда вот это понятие Великий Ангел, вводя сюда понятие Ком. Это то, как решает вот эту проблему. Тогда проблема трансцендентности в смысле моего контакта с Богом, а заметь, эта проблема трансцендентности связана именно с проблемой персональности. Бог персонален в Танайсе абсолютно и абсолютно не персонален в греческих концепциях. Вот для того, чтобы их совместить, где-то надо привести вопрос, на каком уровне только нам придется привести границу. Садия проводит здесь. Рамбом, он вообще уникален в этом смысле. Вопрос о связи Бога с землей. Я напоминаю то, с чего мы начали. Для Садии Гаона как очевидность незаслуживающего обсуждения, которое очевидно всем, хотя это не так, но всем очевидно, он, я повторю, очень еврей, очевидно, слово Бог и слово Творец это одно и то же для него, вот эквивалентность этих двух слов, очевидно за предель. Рамбом уже понимает разницу между двумя этими словами. Он прекрасно понимает, что Бог это тот, кто управляет нашим миром, а Создатель тот, кто сотворил наш мир. Умственно мы можем просто свободно разделить два этих понятия. Например, через концепцию Стои Эпикура, а именно тот, кто сотворил наш мир, не является его управляющим. И строго говоря, если вы откроете очень многие всевозможные древние мифологии, то вы обнаружите, что творцы нашего мира регулярно к делам наших, либо прибывают в спячке, либо их съели, совсем в таких мрачных концепциях, либо они прибывают в спячке, либо вообще удалились от дел нашего мира. Например, бавилонская концепция, там есть Бог, который является, как бы, грубо говоря, отцом всех, но он не имеет никакого отношения к делам этого мира. И греки как раз, вот греки, цитата из Геродота. Геродот, отец истории, говорит, что где-то там в Сирии, в сирийских горах прибывает племя, прибывает народ философов. Этот народ философов тот, который поклоняется вот тому верховному Богу. Вы догадываетесь, что это за народ? Философов. Потому что только философы греческие имеют какое-то отношение вот к этому абсолюту, к этому Богу. Народ, храмы ему не ставят, потому что без с точки зрения нормального греха. Существование храма вот этого верховного Бога непонятно, что вы там делаете. А что вы его просите? Он же верховный, он же не при делах. Это греки. Но это также Вавилон, это еще куча всяких вещей. У евреев это не так. Вот это принципиальный момент. И по этому поводу вот это решение надо как-то преодолить. Рамбом прекрасно понимает. Вот Рамбом это уже знает. Греческую проблему совмещения с греческой классифией Рамбом уже знает. А Рамбом этой проблемы просто не видит. Поэтому по поводу Рамбом пытается ее каким-то образом решить. У нее действительно проблемы. Если Бог это абсолют, то каким образом возможны чудеса. И здесь каким образом Бог следит за своими творениями? Каким образом возможно он встречает с Богом? И вот здесь начинается самое фантастическое что есть. Рамбом Исаадия Гаон встают вот ровно в противоположных позициях. Вот ровно, вот валетом. Будучи человеком молодым и скорее просвещенным в европейских концепциях, чем еврейских, в свое в свое время, в свое время, в свое время, о Раше, рабе Шламо Ицхаке, который философии не знал, зато знал Талмуд, еврейские источники лучше, чем кто бы то ни было, обнаружил следующее высказывание. Человек, это в комментарии к трактату Брахот он пишет, к Талмуду, человек должен притянуть Бога к себе. Для меня, человека европейски образованного, очевидно прямо обратно, что человек должен прийти к Богу. Вот это, кто осуществляет движение? Человек к Богу или Бог к человеку? Для Раши, не обремененного европейской мудростью, хотя он жил Европе, совершенно очевидно, что человек должен сделать себя настолько привлекательным, что Бог к нему пришел, приблизился. Что это движение со стороны Бога, а не со стороны человека. Человек работает над собой, но в этом направлении, если считать, что Бог это направление духовное, а человек существо материальное, в этом направлении человек просто двигаться не может. Это, извините, как движение в четвертом измерении. Вот я великолепно хожу по трем измерениям, но движение в четвертом измерении для меня невозможно. Вот точно так же. Движение к Богу человека на земле, живущего на земле, для Раши невозможно. По этому поводу, все, что он предлагает, и то, что он говорит, человек должен сделать себя привлекательным, чтобы Бог пришел к нему. Вот это концепция Раши. Зачем я ее рассказываю? Для того, чтобы продемонстрировать, насколько она противоположна концепции Рамбом. Да, в сайте Гаун вполне с Раши солидарен. Дальше мы увидим, когда он говорит о пророчестве, что это Бог приходит к человеку и дает ему возможность воспринять пророчество. Дарует такую возможность. Хотя мог бы даровать кому-нибудь другому, но известно, что выбор падает на таких вот людей. По Рамбому все намного хуже. Бог, он очень высок. Бог, он очень трансцендентален. Он не только непостижен, но он еще и недостижен. Это самый абсолютный. Бог является как таковым тем, кто устанавливает мировой порядок. То, что в еврейской традиции называется «хашгаха ларит», это общее слежение за миропорядком. Он является дарователем миропорядка. Что это значит? Это значит, что есть некоторое устройство миропорядка, а именно вода льется вниз, камень падает на землю. Есть законы мирового устройства. Устроитель этого создатель благословенный, но частности, которые происходят в мире, отдельные деревья, они как бы вне этого, они имеют смысле только как часть мирового порядка. Дальше этого до отдельных частностей божественное вмешательство не доходит. Вот эта позиция, например, изложенная Югудой Велеви в начале книги Кузари и приписанная философом, она является для Рамбома ключевой. Как раз если Рамбом читал к нему Кузари, я не знаю, читал ли он, хотя я считаю, что скорее всего читал, просто ну это скажем так, было бы странно, если бы Рамбом не знал этой книги, живя в Египте, потому что египетская община почитала это Раби и Гуду Галеви, просто почитала настолько, что когда, что не дала ему добраться до Святой Земли в конце он же проезжал мимо Египта, просто по дороге у него корабль шел через Александрию, он там вышел немножко по гостике, его оттуда и отпустили, в результате его там заласкали, так что он не дошел до Святой Земли, он умер в Египте. и Египет безумно любил Египту Галеви и было бы странно, если Рамбом, который пришел туда через лет 20 после смерти Египта Галеви не знал его трудов, я бы очень удивился этому факту, думаю, что читал, но в самом начале своей книги Хазар излагая концепцию философов, Египта Галеви четко приписывает философам Бог не знает частности, Бог не знает ни одного конкретного человека. Вот это тащит часть философов. Он просто выделяет философов в отдельную религию. Единственное, можно приобретать слово религия по отношению к концепции, в которой нет связи с Богом. А религия мы воспринимаем не как связь с Богом, но выделяет это именно в таком сорте концепцию. Но для философа возможно связь с Богом. Каким образом философ может существует с точки зрения философа, это Игуда Халеви не пишет, но это пишет Рамбом уже. И он это пишет активно. Для философа существует то самое четвертое измерение, по которому можно прийти к Богу. Это четвертое измерение разум. Вещь немыслимая для Раши, вещь немыслимая для Рауса Игуда Халеви, вещь неприемлемая для Игуда Халеви, мыслимая, но неприемлемая, обратимая не на тонкость, и вещь естественная для Рамбе. Почему Рамбе не он упоминает в одном из писем Игуда Халеви, как человека, с которым надо считаться, когда он говорит описание о языке, он один раз упоминает его. Значит, то есть, знает про этого человека, чего ты читал точно, но просто что. И здесь Рамбом говорит про вот это четвертое измерение. Как преодолеть трансцендентальность Бога? Не в смысле наших представлений, это непреодолимо, но достаточно просто понимать, ограниченность нашего языковых возможностей и нашего разума, чтобы понять хоть какую-то концепцию построить, хотя бы словесную, если не иметь картинки, если отключить воображение, потому что как раз воображение нам не может здесь, наша фантазия не может нам здесь помочь, но словесные формулировки можно сделать и понять именно в рамках логики, о чем мы говорим. Но трансцендентальность связи по рабову путь есть, это путь разума. Человек, подымаясь по мысленному древу, если бы я был в Древней Руси, если бы он был в Древней Руси, чем он, конечно, употребил этот термин, по мысленному древу, подымаясь по стволу мыслей, может совершить нечто вроде восхождения к божественному разуму, как минимум. божественный разум это понятие древний активно есть уже у Платона, но на самом деле его активно проводит Плотин, продвигается к божественному разуму и может иметь возможность на некотором уровне постижения, на некотором уровне интеллекта с ним слиться. И тогда произойдет встреча человека с Богом при жизни. Строго говоря, это один к одному концепция стои. И хотя Рамбом точно не читал Марка Аврелия, никаких сомнений в том, что он его не читал, он просто не был переведен на арабский в это время, Рамбом не знал никаких других языков, но это ровно вот эта концепция стоит, которая Рамбом пытается сделать дизюр и привить к иудаизму. А именно человек истинный, то есть способный к чему-то большему, чем прожить свою жизнь, это философ, который способен настолько отточить свой интеллект, что связать себя с божественным разумом. И встреча происходит вот здесь. И вот теперь мы видим, как выглядит эта встреча у Рамбова, человека с Богом. Так как наш мир это как мысль исходит из разума, да, то, что он пишет в Мурен-Абутин, то точно так же мысль, которая исходит из разума человека, может, мысль может встретиться с мыслью. И вот эта трансцендентальность, то есть невозможность пребывания Бога за границами нашей давности преодолевается по Рамбе. У Сааги и Гаона, хочу обратить внимание, вот эта встреча с Богом в нашем мире возможно не встреча с этим ангелом, высшим вот этим кого-то либо по причине того, что Бог желает, либо по причинам полуфизическим, метафизического плана эта встреча возможна в нашем мире. Она совершенно, я дальше буду говорить о концепции пророчества, и она будет куда более ясна. эта концепция обоих. Но эта встреча, она совершенно в разных мирах происходит. Встреча Пусадии и встреча Парамбулы. И вот это преодоление трансцендентальности, оно действительно является важнейшей частью любой еврейской философской темы, которую мы только можем читать. И автор, который к этой теме не обратился, просто плохо, не, не, как правило, она так или иначе присутствует, только в другом теме. Я могу упомянуть, для тех, кто знает учения хосидизма, должны знать споры вокруг термина цин-цунг. Так вот, это ровно эта тема. Я уже просто хочу закрыть текст. Если вы хотите, о цин-цунге в следующий раз, потому что эта тема в еврейской философии и в еврейской философии перекочевала в кабалу, и эта тема является одной из ключевой, она является упоминаемым у Хаима Виталя, и приписана, естественно, Хаим Виталь в своей книге пишет эту мысль от имени Арира, обеихся к Лури, значит, но она перекочевала туда, в кабалу, и чтобы вызвать тяжелейшие споры на протяжении всего 17 века до появления хасидизма, ну вот до арабия Яков Энтинер и Эбишут спорили по этому тему, до когда еще Беста не было, и спор такой был на уровне драки, ну, словесно они не рядом жили, но на уровне скандария абсолютно, и дальше этот спор превратился в нечто абсолютно истерическое в начале хасидизма, и надо сказать, немного было в еврейской истории моментов, когда чисто философская концепция вызывала желание друг друга предать анасиме. Я знаю только два таких, по-моему, случая, это вот этот, и один был за в 13 веке, в начале 14-го, по поводу возможности аллегорического толкования писания, там тоже взаимными проклятиями, взаимными отлучениями, проклятиями и прочим, правда, потом помирились, но просто мирить в стороны бросился, тогда Рамбан, Раби Мошебен-Нахман, глава Парижской Киши, бросился мирить в стороны просто вот с достоин, с чем достоин величайший хвал, то есть он пытался примирить в стороны самым тяжелым образом, а у хасидов спорт с хасидами кончился, ну, некоторым примирением скажем, в основном стараниями Мишнагида, главного Мишнагида следующего поколения Райдхайма из Воложина, о чем опять в следующий раз, если я решу эту тему, просто перелом этой темы посмотреть, как это произошло чуть-чуть позже. Если есть вопросы, я готов ответить. А тогда всем спасибо, до свидания. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Окей, тогда мы заканчиваем.